МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И репетиционный процесс тоже, кстати, в этот раз шел достаточно ровно, потому что уже дети все равно знают требования игры в оркестре. Все выдержали шестичасовые репетиции, то есть там два блока было по три часа, то есть все нормально все это выдержали. И в отличие от прошлых репетиций, там дирижер больше работал по группам, то есть одна группа играет, другая отдыхает. В этот раз струнники играли все время, то есть он все время заставлял их играть. И это дает свои плоды, потому что это дает выносливость, и на сцене они уже, ну, на сцене становится легко. В фестивале участвовали музыканты из 18 стран мира. В течение трех дней на сцене выступали и юношеские симфонические оркестры из Китая, Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Колумбии и Боснии. С ребятами работали музыканты-инструменталисты нашей страны, солисты и артисты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижером был Фредди Кадена из Эквадора. Это не просто работа с человеком в плане изучения произведений, в плане подготовки программы. Было просто интересно даже познакомиться с человеком другой культуры. Я в процессе репетиции, были такие моменты, когда я подмечала там особенности его акцента, что он там звук «С» условно не произносит вообще никогда, что он может проглотить «Р» при счете. Тоже это как-то откладывается в голове. Это было интересно, было в новинку почувствовать другой менталитет. Для саровчанок выступать в составе оркестра «Атомных городов» не в новинку, поэтому страха перед большой сценой не было. Скрипачка Софья Деркач исполняла все восемь произведений программы, но больше всего запомнилось два. «Сверидов» из «Метели тройка». Она очень грандиозно и масштабно звучит, и многим она нравится. И также это «Брамс» – венгерский танец номер пять. Благодаря тому, что там играют все музыкальные инструменты, он звучит очень ярко. По словам учениц детской музыкальной школы имени Балакирева, выступать на таком фестивале в центре столицы почетно. Такой шанс представляется лишь одаренным музыкантом из городов в присутствии атомной отрасли. За три дня девушки успели познакомиться с участниками из других стран и получили колоссальный опыт. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.